Как приготовить кофе с лимоном правильно! Как выпить чашку кофе с лимоном и не умереть молодым от инфаркта или инсульта? Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале Доктор Скачко! А я врач, физотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко! Автор более тысячи опубликованных видео в интернете! Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах! Часть книг заказать и купить через интернет можно! Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже! И раскрыть еще некоторые особенности! Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней! А именно! Как приготовить кофе с лимоном правильно! И не умереть молодым от инфаркта или инсульта! Это неблагоприятное следствие может развиться, если вы не знаете все нюансы приготовления кофе! О которых я расскажу в этом видео! И что мне нужно для приготовления кофе с лимоном? Конечно же мне нужен кофе! Мне нужна вода, которая сейчас продолжает фильтроваться! Мне нужна турка! Тут их даже две я расскажу! Значимость каждой для вашего здоровья и жизни! Конечно же сахар! Лимон! Чашка, ложка, вилка, нож! В общем все компоненты есть! Огонь уже горит! Сейчас я поставлю кофе на огонь! Кофе будет готовиться! А я вам расскажу значимость каждого компонента! Итак! Берем кофе! Помещаем кофе в турочку! Ну примерно 2 чайных ложки! Этого будет вполне достаточно! Кофе нужно готовить каждый день свежим! Или хотя бы на несколько дней! Тогда он будет более вкусный, ароматный и полезный! И дальше в турку идет не вода, а огонь! Это важно для того, чтобы оживить кофе! При нагревании спящее зерно просыпается! И биологически активные вещества готовы лучше попадать в напиток! Нагреть буквально 20-30 секунд! Добавляем воду! По идее, если я все сделал правильно, дыма еще нет! А должен появиться шипение и пар! Шипение состоялось! Пар пошел! Можно было чуть дольше! Но я решил так! В этот раз будет так! Заливаю водичку примерно до ободочка! Дальше воду отставлю пока! Можно немножко перемешать! И обязательно ложку удалить! Металл удаляет тепло! И кофе будет готовиться не так! Ложечку положил! И так теперь все компоненты, которые очень важны! На первое место я бы поставил, конечно же, кофе! Кофе очень важен! И здесь у меня арабика! Почему? Если у вас будет завариваться кофе с лимоном на смеси зерен арабика робуста, либо чистая робуста, то я вам скажу! Но если вам не повезет с сосудами, то гейм овер! Можно легко умереть от инфаркта! Все очень просто! Лимон усиливает растворимость кофеина из кофе! Если мы возьмем арабику, то содержание кофеина всего полпроцента! Если мы возьмем робусту, то содержание кофеина всего полпроцента! Иными словами, в пять раз сильнее будет действовать кофеин на ваш организм! И если сердце оказалось слабым, либо сосуды оказались не самыми прочными, вот как раз возможно умереть от инфаркта, либо острой сердечной недостаточности! Это если вы мужчина в возрасте от 20 лет, а женщина от 35 лет! Если же вы мужчина, либо женщина в возрасте после 50 лет, добавляется еще возможность умереть от инсульта! Поэтому обязательно хотите кофе с лимоном правильно! Только арабика! Далее вода! Вода тоже имеет значение, но не такое критическое! Вода должна быть правильная! А именно в ней должны быть соли жесткости! Что дают вам соли жесткости? В зерне кофе! Неважно, это арабика или барабуста! Всегда есть щавелевая кислота! Которая образует с кальцием и магнием плохо растворимые в воде соединения! В горячей воде они еще растворимы! Но при охлаждении выпадают в осадок! И если вы к кофе добавите воду с солями жесткости, но из которой удалены прямо перед приготовлением! Если вы обратили внимание, уровень воды у меня увеличивался! Во время этого видео! Я фильтровал воду прямо перед приготовлением! Если вы из воды удалили бактерии! Я бы скажу так! Возбудители бактериальных, вирусных, грибковых инфекций! Их токсины! И не даем возможности размножиться в воде перед приготовлением кофе! То есть фильтр должен очистить до приготовления! Прямо перед! Как и собственно воду! Для других целей! Если вы готовите компот, суп, то воду он уже готовит перед употреблением! А также удалить из воды пестициды, гербициды, производные хлора! Тяжелые металлы, радиоклиды эти соединения вам не нужны! Но в соли жесткости очень нужны! Они очень важны! И если у вас вода жесткая! Это прекрасно! Вы нейтрализуете щавелевую кислоту! Более того, вы таким путем можете насытить организм гальцием и магнием! Это относится к беременным женщинам, к кормящим женщинам! Можно пить правильно приготовленный кофе! В этом случае он вам не навредит! А принесет только пользу! Еще один компонент — сахар! Многие не советуют класть сахар в напиток! Я вас понимаю! Но! Вот такое количество сахара вы в напитке не почувствуете! А биологически активные вещества, которые извлекаются в напитке, Часть из них растворимы в воде, а часть — нерастворимы! И вот соединение с сахаром позволит агликоном биологически активных вещества стать гликозидами! То есть растворимыми в воде! И вы чуть больше получите для своего здоровья вот такого напитка! Поэтому немножко сахара! Да? Дальше сахар по вашему вкусу! В принципе хороший источник энергии! Который обогатит этот напиток! Что еще очень важно учитывать? Конечно же лимон! Лимон важен! Но он попадет в напиток несколько позже! А сейчас расскажу про вот эту волшебную турочку! Вот в этой маленькой турочке! Она намного меньше! Скрыты большие неприятности! Даже если здесь чайная ложка арабики окажется! И очень малое количество воды нужно для заваривания! То очень сложно вам будет маленькими глоточками снижать темп попадания кофеина в свой организм! Иными словами, эта турочка может создать большие проблемы тому, у кого слабым оказалось сердце! Либо не самыми лучшими сосуды! И слабость сердечной деятельности показывают холодные кисти рук! Холодные стопы ног! Если у вас такие проявления есть, то ни в коем случае такая турочка использоваться не должна! Если же у вас темные круги под глазами, то тоже проблема! Крова густая! Если давление у вас еще позволяет сердцу работать, обеспечивать кровообращение при оптимальных цифрах давления, это 110 на 70, 120 на 80, то в принципе ваше сердце работает, конечно же, с напряжением! А если вы усилите работу сердца, то возможны, конечно, некоторые варианты! Я имею в виду, что может чрезмерно повыситься артериальное давление! И вот здесь уже рискуют мужчины в возрасте от 20 лет, а женщины от 35 лет! Именно в этом периоде жизни уже могут быть изменены сосуды! И частота инфарктов у мужчин возрасте от 20 до 50 лет увеличивается в 100 раз! И неправильно приготовленный кофе с лимоном может сыграть с вами злую шутку! Поэтому маленькая турочка! Я ее использовать не буду и вам не советую! Здесь может завариваться только арабика и абсолютно здоровыми людьми! В этом случае вы в безопасности! В этом случае кофе с лимоном поможет активировать работу мозга! И что очень интересно! Что характерно! Кофе усиливает энергетику мозга! И вы начинаете мыслить более активно! Возможно, более креативно! Что очень важно! Кофе усиливает работу и сердца! Но! Вы находитесь в состоянии покоя! И решаете какие-то задачи! А сердце ваше работает! Так как будто бы вы быстро шли или даже медленно бежали! И на славе кровообращение усиливается! Мышцы не забирают порции ни кислорода, ни питательных веществ! И вашему мозгу достается все! Вот здесь и скрыто! Благотворное действие на мозг! И на ваши результаты вашего интеллектуального труда! Кофе с лимоном в этом случае вам показано! Ни в коем случае! Если вы прекрасно себя чувствуете! Вы молодой и здоровый! И кофе с лимоном вы употребляете перед физической нагрузкой! Я имею ввиду спорт либо сенс! В любом случае я бы запретил использовать кофе с лимоном перед активной физической деятельностью! Потому как уже в состоянии покоя у вас частота сокращения сердца повышена! Если же вы добавите физической нагрузки! То ваше сердце будет быстрее изнашиваться! И есть для этого абсолютно объективные показатели! Сократительная способность! Вернее сердце обычно в одном цикле сокращается! Мышца работает всего 1 десятую секунды! И если у вас пульс 60! То это значит что 1 десятую секунды сердца работает! А 9 десятых секунды восстанавливается! То есть восстановление в 9 раз продолжительнее чем работа! Именно поэтому сердце и может работать! Выполняя гигантскую работу! Десятилетия у многих работает и более 100 лет! Но если вы кофеином подогреете активность вашего сердца! И у вас пульс увеличился! То при пульсе, например, 120 ударов в минуту! Картинка несколько иная! Сердце продолжает сокращаться 1 десятую секунды! А восстановление идет всего 4 десятых! То есть не в 9 раз больше! А только в 4! Потому что при пульсе 120 в минуту у вас за 1 секунду уже 2 сокращения! И вероятность развития метаболических, а потом дистрофических и склеротических изменений со стороны сердечной мышцы очень высока! Поэтому если вы используете кофе, особенно кофе с лимоном, то любые физические нагрузки на протяжении ближайших двух часов вам запрещены! Иначе можно очень быстро выработать ресурс сердца и попасть на серьезные проблемы! Кофе продолжает готовиться! Иначе я расскажу теперь про лимончик! Его используют по-разному! Я бы советовал турочку эту я уберу! Она нам не нужна! Если вы не хотите знакомиться как можно быстрее с кардиологом! А дальше я использую нож! И режу лимон! Лимон у меня попался не самый лучший! Лимон технический! Здесь достаточно много косточек! Что дальше? Ну, чашечка у меня есть! Кофе практически готов! Уже стала подбираться кверху пенка! И я могу позволить себе чуть-чуть ее оживить! Это кофе не помешает! Наоборот! Это те пересушенные частицы кофе, которые не полностью пропитались водичкой! Я их как раз опустил! И позволил более полноценно извлекаться полезным веществом! На вкус и аромат напитка сыграет только в лучшую сторону! Поэтому я совершенно спокойно это сделал! И, пожалуй, эта ложечка мне пока не нужна! Разве что если я захочу использовать кофе с сахаром! Ну, практически подходит к концу процесс приготовления кофе! Вилка здесь лежит очень простым! Для простой цели! Она поможет мне извлечь сок! Пожалуй, из-за этого косточек меньше! В чашку может попасть сок лимона! И я это делаю таким простым способом! Вилка мне это помогла сделать! Количество сока не имеет большого значения! Но очень важно состояние печени! Очень важно состояние минерального обмена! В кофе сейчас вода с солями жесткости нейтрализовала щавелевую кислоту! Как только кофе попадет в чашку, где есть лимонный сок! Лимонная кислота вытеснит кальций и магний из солей щавелевой кислоты! И магний из солей щавелевая кислота станет свободной! И в этом случае она может уже выводить кальций из вашего организма! Поэтому готовить и пить кофе с лимоном могут только те, у кого очень хорошо идет обмен минералов! Работает печень! А это чаще всего мужчины со здоровой печенью! Женщинам несколько сложнее! У них печень слабее! И чаще появляется дефицит этих минералов! Поэтому женщинам я бы не советовал пить кофе с лимоном! Ну вот кофе практически подошел! Вы видите, пеночка поднялась! Все прекрасно! Что мы делаем дальше? Дальше огонь можно совершенно спокойно выключить! Прекрасный! Получился у нас кофе! Заварился прекрасно! И по большому счету он уже готов к употреблению! Но если вы хотите кофе с лимоном, конечно же он может попасть в чашку! Кто любит с пенкой, можно с пенкой! Пенку поместить в напиток! И дальше пошел кофе! Перемешивать уже не нужно! Все происходит самостоятельно! Хотите добавлять в кофе сахар? Сахар — это дело вашего вкуса! Но! Что очень важно! Пить нужно медленно! Ни в коем случае нельзя пить кофе с лимоном залпом! Особенно натощав! Особенно на пустой желудок! Если вы пьете быстро! Если вы пьете концентрированный кофе! Вы получаете слишком жесткий удар кофеином по обмену веществ! И проблемы как минимум со стороны сердечно-сосудистемы могут проявиться! Поэтому я бы советовал такой кофе пить не на голодный желудок! А хотя бы после еды! 30-40 минут, час! Все зависит, конечно, от той пищи, которая была в приеме еды! И вот время ее переваривания! Кофе вам не нарушит процесс переваривания! Наоборот! Поможет переваривать вашу пищу! И усвоить из нее максимум полезных питательных веществ! Которые там могут находиться! Поэтому пить только маленькими глотками! Это очень важный вопрос! И если вы все делаете правильно! То крепкое здоровье вам гарантировано! Вы понимаете, что кофе с лимоном приготовить могут многие! А пить безопасно для здоровья и для жизни может далеко не каждый! Теперь вы несколько больше знаете в этом вопросе! Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! Привычным подписчикам моих каналов словами! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео! Я позволю себе сделать небольшой глоточек этого волшебного напитка! И подумаю, как лучше написать следующее видео! И опубликовать на своем канале! Для вас! До новых встреч на моих каналах! Доктор Скачко и школа Доктор Скачко!